Ребятки, всем привет! Свой влог начинаю с Петровки, с левой стороны книжный рынок. Прямо там будет Эпик, Эпицентр и там же еще Ашан. Я сейчас раз с магазином, это не строительный влог, но кое-что все равно покажу, расскажу. Так что оставайтесь со мной, дальше будет интересно. Я только что вернулась со строительных магазинов и что могу сказать? Найти то, что хочется, не можется. Есть красивый дом, я такой дом хотела, но теперь хочется и классный красивый интерьер с красивым постельным бельем, покрывалами, светильниками. Потому что вот, например, светильник нормальный я найти не могу. Их много разных, но вот именно то, что мне надо, нет. И вот мне теперь надо черный светильник, не сильно грубый. В общем, за границей есть, у нас нету, а если есть, то стоит просто немеренно. Иррационально и в пустую тратить деньги я не хочу, тем более они очень тяжело зарабатываются. Поэтому я буду заказывать некоторые вещи через интернет. Я сала пост в Инстаграм про онлайн-шоппинг. И многие из вас мне в комментариях отвечали, что заказывают даже мебель из-за границы. Это круто. Я пока только интерьером обхожусь в плане там лампочек, светильничков, белья и всего такого. Но мало ли что, может я что-то найду. Как я уже сказала, я в Инстаграм выкладывала пост про онлайн-шоппинг. Кстати, подпишитесь на меня в Инстаграм, здесь где-то оставлю этот пост. Так вот, есть крутой сервис NP Shopping. Это сервис от Новая Почта Global. И, ребят, теперь можно заказывать из-за границы, с таких стран, как США, Польша, Китай, Великобритания. И я сейчас как раз тут сижу и, думаю, вам расскажу, потому что действительно полезно. Я зависла. Сейчас я вам покажу. Тут наверху. Николь, иди сюда. Девчонкам покажу. Смотрите. Вы регистрируетесь. Вот, видите, тут уже как бы мои данные. То есть все очень легко. И вот есть тут блог. Я сначала как бы путешествовала-путешествовала по этому как бы сайту и зависла вот на вот этих вот статьях. Тут как бы много чего. Вот я читала, как выбрать наручные женские часы. Честно, я раньше не знала. То есть тут много очень прикольных фишек. Тут также мне очень понравилась статья, вот, как выбрать пуховик на зиму. Тут есть, например, как экономить и покупать классные вещи за копейки. То есть почитать можно. А если вы, например, не разберетесь, как делать покупки, то есть ответы и вопросы. И здесь... Та-да! Ну, просто я не хочу видео вам делать про онлайн обучение. Поэтому вот здесь вы найдете все вопросы, если они у вас возникнут. Я надеюсь, что моя информация была вам полезна. А я вам в дальнейшем покажу, что мне придет. Так что оставайтесь со мной. И подписывайтесь, кто новенький на моем канале. Вот так. Ну что, это случилось. Я заказала витамины с Америки. С Польши Димиду такую штучку, короче, игрушку для его комнаты. А для себя постельное белье. Ссылочку на НП Шоппинг я оставляю внизу. Так что ждем. Правильно, про тетрадь и фамилию. Меня зовут Заборожская. А где купили путевку? К кому обратились за путевку и за сколько дней долго? В каком-то туристическом агентстве. То есть я сейчас уже не помню. В принципе, я у этой девочки помню уже несколько раз, поэтому я ей доверяла. Название не помню. За сколько дней? Где-то, наверное, за две недели. До начала. Ну да, то есть это не горячая. Да, наверное, новая. А, ну да, новая варваранчая. Ася, уже новая варваранчая. Я, кстати, хотела предложить, думаю, они бы хорошо смотрелись. Ну, там, нормально. Густовато. Очень классно. Персонал шикарный. Территория классная. Все чистенько, все аккуратненько. Пляж потрясающий. Ну, вообще, вот. Все хорошо. Ну, скажи, Аня, вот что мне туда? Мы на сапах. Я утром занимаюсь йогой на сапах. Ну, на таких досках. Вот. И сейчас решила взять всю семью на сапах. Там вот Ника. И взяла маму. Мама кричала, что нет, нет, я не пойду. Ты что? Она, кстати, была со мной на юге. И говорит, я на земле еле стою, а тут как бы на воде. Ты что? Ну, вон, смотрите, мотается аж вперед. Только единственное, что ее постоянно несет к рыбакам. Я к маме, наверное, это не случайно. Говорю, ты как русалка. Ну, и вон малявки с мамой. Да, малявки? Да, он гребет тут маме. Гребет. Вот. Лето. Нельзя пока куда-то поехать. Да и ремонт. Поэтому мы, да, мы как бы обходимся тем, что имеем в Киеве. И развлекаемся как можем, как говорится. Так что вот. В общем, я поняла, что мы не катаемся, мы маму фотографируем. Хорошо, сейчас. Ты плыдешь? Давай, греби. Дема гребет. Мы на Русановский канал. Мам, я еще встать. Ты встать? Ну, не боишься? Ну, попробуй. Просто держи равновесие. У нас другую сторону. Я на Русановский канал. Мам, я сейчас. У нас другая сторону. Поехали. И все равно. Мам, я всегда. Я всегда. У нас другая сторону. Мы не делаем. всем привет а я в одессе в данный момент в одесском дворике номера мне не очень понравились теперь неплохой номера не очень такси приехала можно выходить и мы сейчас едем в другое место тоже покажу как ситуация такая мы приехали в одессу заехали в одесский дворик нам не понравились номера и расположение в центре классно но хотелось ближе к морю поэтому решили ближе к аркадии начали смотреть апартаменты через букинг там как-то все было странно даже то что нравилось не понимали отзывов нет и не понимали типа мы заплатим а потом что ну короче хотя букин вроде бы гарантирует не всегда что еще поэтому решили остановиться в отеле гагарин сразу на как бы возле аркадии совсем рядом пять минут до моря и уже ехали взяли такси уже ехали туда но позвонил молодой человек и сказала что зачем вам номер маленький за те же деньги чуть дороже можно взять квартиру апартаменты и в общем все нам забронировал и мы сейчас сидим ждем его сейчас убирают а мы под этим домом решили покушать вот это развлекательный развлекательный влог наконец-то потому что у меня строительный 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 а теперь просто девочки приехали в одессу и как оно будет мы не знаем потому что это была спонтанная поездка как она будет оставайтесь с нами если они будет разрешать я буду ее показывать она сейчас покушает будет добрая и не ответить пока она волчит ну все я тоже ем потому что голодная пока телефон не сел решила вам показать номер кровать и здесь не панорамные но очень прикольные окна на этом все все светло покажу вот там вот аркадия вот и вот этим отелем который мы хотели становиться гагарин там море по цене это место чуть дороже просто в гагарин ну просто кровати все и из-за этого типа как бы не стали а вот вход в аркадии вот он то есть в принципе мы море буквально там в течение пяти минут и сейчас вам покажу такую кухню стильненько так они текают и и и и вот диван он раскладной но мы спим вдвоем на кровати так и вот еще туда дальше это центр в принципе все показал а нет не все не все это в принципе плюс потому что иногда но если ты приезжаешь например на неделю на 5 дней даже если на три дня всегда можно там кофе себе сделать например да или каких-то креветок или еще чего-либо но мы приехали и хотим кушать заведениях и покажу вам ванну здесь не душ здесь ванна это в принципе плюс но я в отелях в апартаментах крайне редко так все классно что я забыла что я снимаю влог мы идем с пляжа и я вам сейчас представляю там фотографии может быть я снимала все в сторис в инстаграм это не все в общем мы кайфуем поэтому я даже не знаю на каком пляже были в общем рядом с ибице но вечер закат было красивое солнце просто было потрясно я вам ставлю кусочек маленький все ради фото холодно противно сейчас еще чуть-чуть как ваши ощущения ты все снимаешь я помню я все я все я я я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас мы идем, купаемся и возвращаемся опять сюда, чтобы посидеть, поужинать, выпить венца и надо привести себя в порядок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok